Здравствуйте! Продолжаем лекцию 5 «Домены отношений». Сейчас мы рассмотрим свойства отношений. Свойства отношений непосредственно следуют из приведенного вышеопределения отношений. В этих свойствах в основном и состоят различия между отношениями и таблицами. Первое свойство. В отношении нет одинаковых кортежей. Действительно, в тело отношений есть множество кортежей и, как всякое множество, не может содержать неразличимые элементы. Таблицы, в отличие от отношений, могут содержать одинаковые строки. Свойства номер два. Кортежи не упорядочены сверху вниз. Действительно, несмотря на то, что мы изобразили, например, отношения сотрудники в виде таблицы, нельзя сказать, что сотрудник Иванов предшествует сотруднику Петрову. Причина та же. В тело отношений есть множество, а множество не упорядочено. Это вторая причина, по которой нельзя отождествить отношения и таблицы. Строки в таблицах упорядочены. Одно и то же отношение может быть изображено разными таблицами, в которых строки идут в различном порядке. Третье свойство отношений. Атрибуты не упорядочены слева направо. Так как каждый атрибут имеет уникальное имя в пределах отношения, то порядок атрибутов не имеет значения. Это свойство несколько отличает отношения от математического определения отношений. Это также третья причина, по которой нельзя отождествлять отношения и таблицы. Столбцы в таблице упорядочены. Одно и то же отношение может быть изображено разными таблицами, в которых столбцы идут в различном порядке. Свойство номер четыре. Все значения атрибутов атомарны. Это следует из того, что лежащие в основе атрибуты имеют атомарные значения. Это четвертое отличие отношений от таблиц. В ячейки таблицы можно поместить что угодно – массивы, структуры и даже другие таблицы. Замечания. Из свойств отношения следует, что не каждая таблица может задавать отношения. Для того, чтобы некоторая таблица задавала отношения, необходимо, чтобы таблица имела простую структуру, содержала бы только строки и столбцы, причем в каждой строке было бы одинаковое количество полей. В таблице не должно быть одинаковых строк. Любой столбец таблицы должен содержать данные только одного типа, и все используемые типы данных должны быть простыми. Следующее замечание. Каждое отношение можно считать классом эквивалентности таблиц, для которых выполняются следующие условия. Таблица имеет одинаковое количество столбцов. Таблица содержит столбцы с одинаковыми наименованиями. Столбцы с одинаковыми наименованиями содержат данные из одних и тех же доменов. Таблица имеет одинаковые строки с учетом того, что порядок столбцов может различаться. И все такие таблицы есть различные изображения одного и того же отношения. А теперь прошу вас ответить на вопрос. Перечислите свойства отношений. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...